Приветствую вас, дорогие друзья! В данном видео я расскажу о способе, который позволит эффективно и недорого избавиться от черных угрей, убрать жирный блеск, подсушить участки, поврежденные прыщами и сузить расширенные поры. И для всего этого не обязательно использовать дорогущие крема и различные медикаменты, хотя и их пользы никто не отбрасывает. Но в большинстве случаев нет нужды тратить огромные средства и массу времени. Этот способ основан на зубной пасте. Итак, первый способ, который мы рассмотрим, отлично помогает сузить расширенные поры. Для начала берем зубную пасту Colgate и разбавляем ее лимонным соком. На одну чайную ложку пасты нужно половинку ложки сока. Хорошенько все это перемешиваем до такого пенообразного состояния. После чего берем вату и наносим на проблемные участки кожи. Наносить нужно аккуратно, так как для глаз эта смесь может быть весьма неприятна. После нанесения ждем 10 минут и смываем водой. Такую процедуру можно повторять дважды в неделю. Но если по каким-то причинам вы не можете использовать лимон, а такое бывает достаточно часто из-за аллергии, например, то вам подойдет второй, не менее эффективный способ с применением помидора. Рецепт тот же, что и с лимоном. Только вместо него спелый большой томат, который нужно разрезать пополам и выдавить содержимое в чашку. Дальше тщательно перемешиваем до пенообразного состояния. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и снова берем вату и наносим на лицо. Ждем 20 минут и смываем водой. Этот способ можно применять чаще, 3 раза в неделю. Следующий рецепт это средство для устранения черных точек. Маска для лица, та, что сможет помочь ликвидировать темные точки на лице, составляется из зубной пасты, пищевой соды и простой воды. Все компоненты перемешивают в одинаковом объеме. Перед нанесением крема лицо распаривают для того, чтобы открыть поры. Для выполнения косметической процедуры применяют зубную щетку с мягенькой щетиной. С ее помощью маску аккуратно наносят на лицо, хорошенько обрабатывая проблемные участки кожи. Через 10 минут маску снимают сырым чистым полотенцем. По завершении процедуры на лицо наносят крем с увлажняющим либо питательным эффектом. Из зубного порошка возможно приготовить не только лишь маску, его возможно применять как скраб. Оказывать действие он будет мягко, так как состоит из маленьких частичек. По окончанию чистки лица зубным порошком необходимо нанести увлажняющий крем. Как всякий косметический состав, маски из зубной пасты, либо порошка имеют собственные ограничения для использования. Косметологи не советуют применять их тем, у кого восприимчивая либо чрезмерно сухая поверхность кожи. В остальном это простой, эффективный и, что немаловажно, бюджетный способ ухода за кожей. Если вам понравилось видео, то я жду от вас обратной связи в виде лайков и комментариев. Не забывайте подписываться и жать на колокольчик. Ну а если хотите видеть больше таких рецептов, то обязательно делитесь этим роликом с друзьями. А на этом у меня все. Всем большое спасибо за внимание. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok